Рабыня и Заура. Франциско и другие. В главных ролях Эдвин Луизи и Луселия Сантос. Режиссер Эрвал Рассану. Ваше сердце еще должно быть в трауре в связи со смертью госпожи. Малвина умерла больше года назад. Она была прекрасной женщиной, но я ее не любил, и ты это знаешь. Я женился не по любви. Никогда не думал, что когда-то испытаю это чувство к ней. Я женился для вида и в некоторой степени под давлением отца. Подумай, о чем я тебя прошу, Заура. Я предлагаю тебе брак, забыв о происхождении и социальном барьере, который нас разделяет. Это было бы предательством по отношению к покойной Доне, Малвине. Малвина мертва. Это реальность, которую ни ты, ни я не можем изменить. Мертвые заслуживают уважения. Это угрызение совести ребенка, Заура. У мамы не было дочери, наверное, поэтому она дала тебе образование. Да, она тебя очень любила, Заура. Она давала тебе свободу, чтобы удержать рядом с собой. Чтобы не потерять тебя. Она делала это из любви. Как я могу оставить тебя? Я люблю тебя более пылкой любовью, более экзальтированной. Моя любовь безгранична. Она может толкнуть меня на безумие. Сегодня я отказался от 15 тысяч. И считаю, что поступил правильно, Заура. Потому что нет золота на свете, дороже бесценного обаяния, которым наделило тебя небо. Это было бы профанацией. Я отказался, Заура. Я отказался бы снова от любых денег, которые бы мне предложили за твою свободу. Потому что ты свободна, Заура. Ты свободна. Потому что этого хотела мама, и этого хочу я. Да. Я бы умер от боли, если бы пришлось отказаться от такой редкой драгоценности, которая небо предназначила мне, а не кому-то другому. Что значит, я свободна, сеньор, если вы не позволяете мне пойти, куда я хочу, если я даже не могу свободно распоряжаться своим сердцем. Заура, моя дорогая Заура, я тебе уже сказал, ты будешь не только свободна, ты будешь, сеньор, и королевой богиней этого дома. Все твои желания, какими бы они ни были, все твои капризы будут исполнены. Я окружу тебя любовью, заботой, восхищением, что может дать самая пылкая любовь. Я все еще боюсь. Успокойтесь, Женуаре, он был другим. Как другим? Да, Женуаре права. Права в чем? Я не понимаю. Он казался другим человеком. В его глазах уже не было того дьявольского блеска. И гулз был более мягким. Значит, нет причины для беспокойства? Андре, сынок, ты не знаешь жизни. Когда ягуар такой спокойный, он готовится к прыжку и просто хочет поиграть с бедной жертвой. Соображай. Думаю, я полюбил тебя с первого момента, как увидел Азаура. Вы не любили, сеньор. Почему нет? Кто ты такая, чтобы противоречить мне? Любовь – чистое чувство. Оно базируется на уважении. Вы не могли любить меня, если вы никогда меня не уважали. Возможно, в чем-то ты права, но я... Я твердо убежден, что полюбил тебя с первого момента, как увидел. Просто мне понадобилось время, чтобы поверить в это. Я поверил и понял, что речь идет о страсти. Только сегодня, когда отказался от целого состояния, чтобы не потерять тебя, Азаура. Я понял это. Такая позиция не могла быть продиктована гордостью. Ты умная, Азаура. Да, это могла... Могла быть гордость, но нет. Мне все равно, что скажут, что будут думать обо мне. Для меня главное, Азаура, не потерять тебя. Знать, что ты всегда рядом со мной. Поэтому, Азаура, я смиренно прошу тебя выйти за меня замуж. Я должен был попросить об этом давно. Но я прошу сейчас. Вы никогда не должны были просить об этом. Что ты хочешь от жизни, Азаура? Очень мало. Ты можешь иметь все? Достаточно сказать. Сказать, что тебе приходит в голову. Я ничего не хочу, сеньор Леонсио. Прекратите этот разговор. Если ты что-то чувствовала к этому человеку, Азаура, это уже позади. Он умер больше года назад. Я не дурак, Азаура. Я видел, как ты хотела получить эту свободу, когда сегодня обнимала отца. Я видел это. Потому что только отец еще связывает меня с этой жизнью. Выходи за меня замуж, Азаура. Он будет жить с нами. Я не хочу отдалить тебя от отца. Я хочу, Азаура. Я хочу, чтобы ты была счастлива, но вместе со мной. Он назначил вам тайную встречу, папа. Не преувеличивай, Энрике. Он просто назначил мне встречу. Какая может быть тайная? Это были ваши собственные слова? Должно быть, это недоразумение. Как бы то ни было, сегодня вы ездили на встречу с ним. Конечно, я этого не отрицаю. И что за важный вопрос вы обсуждали с Жозе? Не было ничего важного. Я подозреваю, что вы что-то от меня скрываете. Я ничего от тебя не скрываю. Тогда что же вы делали вместе? Прогулялись верхом, вот и все. Вы не помните, что вы мне сказали, когда уезжали? Что Жозе хочет поговорить наедине с вами об очень важном деле, и что вас это беспокоит и продолжает беспокоить? Энрике, не было ничего особенного. Было что-то важное, папа, или вы хотите, чтобы я сошел с ума? Ты прав. О чем речь? Поговорим завтра, уже очень поздно. Мне пора спать. Что ты еще хочешь, Изаура? Я прошу тебя выйти за меня замуж. Что еще я могу сделать? Ты не веришь в мою любовь? Не знаю, сеньор. Как нет? Мужчина не мог бы унизиться больше, чем унижаюсь я. Я практически умоляю рабыню принять меня как мужа. Даже рабыня имеет право услышать свое сердце и полюбить того, кого это сердце выбрало. Но почему ты не веришь в серьезность моих намерений? Не веришь, что я хочу жениться на тебе? Не веришь, что я люблю тебя? Я верю, сеньор, что вы хотите жениться на мне, раз вы сделали предложение. А что касается любви? Как никогда, Изаура. Я практически ползаю твоих ног. Что я еще могу сделать? Это, по-твоему, не любовь? Любовь – это чистое чувство. Она возможна только, когда сердца излучают добро. Почему, Изаура? Почему это не любовь? Это ваше раненое самолюбие. Ваша гордость. Желание любой ценой получить то, что вы всегда хотели. Но это не любовь. Ты отвергаешь мое предложение. Вы знаете, что отвергаю. Почему, Изаура? Ты не веришь в силу моей любви, которую судьба хранила для тебя? Меня это не волнует, сеньор. Для меня главное – не предать человека, которого я любила и все еще люблю. Ты любишь труп. Отчаянно, всем сердцем. Не может быть, чтобы у тебя не было никакого чувства ко мне. Это не любовь. Значит, ты что-то ко мне все-таки испытываешь? То, что испытывал бы любой человек в такой ситуации. Я испытываю к вам жалость. Значит, рабыня считает себя в праве жалеть своего господина? Не будет смешно, Изаура. Я тебе покажу, кто достоин жалости. Франсишко! Франсишко! Я тебе покажу, кто достоин жалости, Изаура. Это я испытываю жалость к тебе. Мне все равно, что будет со мной, сеньор. Для меня главное – не предать мужчину, которого я любила. Вы меня звали? Ты пробудешь здесь весь день, выставленное на унижение перед всеми рабами. А послезавтра, с первыми лучами солнца, будешь высечен. Получишь 50 ударов кнута, чтобы усвоить, кто достоин жалости. Ты можешь представить, что такое получить 50 ударов по спине? 50 ударов. Так сказала Роза. Ей рассказал Франсишко. Изаура очень слабая. Она не выдержит 50 ударов. Я хорошо знаю, какая это пытка. Она не выдержит. Не выдержит. Моя Айзаура умрет. О чем они говорили? Могла бы догадаться, Санта. Какая жестокость. Не лучше ли сразу ее убить? Это было бы слишком просто, дочка. Таким, как сеньор Леонсио, нравится видеть, как люди страдают. Я все еще помню Жулиану. Жулиану? Да. Мать Айзауры. Мы не можем допустить, чтобы это произошло. Но что мы можем сделать? Что-нибудь. Должен быть выход. Вы не знаете, который час был трон? Простите, сеньор Леонсио. Вопрос очень важный. Я не мог ждать до утра. Мне нужно было поговорить с вами. Раз уж вы здесь говорите. Ходят слухи, что Айзауру подведут к бревну, и она получит 50 ударов кнутом. Это не слухи, это правда. Завтра она простоит у столба, а послезавтра будет высечена. В чем дело, Билтран? Такое ощущение, что раб на Фазенде наказывается впервые. Вы считаете, что Айзаура такая же рабыня, как остальные? Я тоже заблуждался на этот счет, Билтран. Но сегодня Айзаура продемонстрировала, что она намного ниже других рабов. Что она сделала? Она дерзкая. Что она сделала, чтобы заслужить такое суровое наказание? А это уже не ваше дело, Билтран. Идите спать. Ради бога, сеньор Леонсио, я прошу вас. Не делайте этого с Айзаурой. Она не выдержит 50 ударов. Она же умрет. Она слабенькая. Значит, она умрет. Вы не можете сделать такое. Это негуманно. Я устал от вас, Билтран. Я решаю, как наказывать рабов на моей Фазенде. Ради бога, сеньор Леонсио. Я прошу вас, позвольте мне получить наказание вместо Айзауры. Вы можете назначить мне 100, 200 ударов, вместо 50, но не наказывайте ее, сеньор Леонсио. Прекратите. Я прошу вас. Иначе вы тоже будете привязаны к столбу. Прошу вас, ради бога, накажите меня. Можете бить меня сколько хотите. Да в чем дело? Докажите меня, но не Айзауру. В чем дело? Уйдите, Билтран. Ради бога. Уйдите отсюда. Ради бога, прошу вас. Уйдите. Выйдите отсюда. Я прошу вас, пожалуйста. Пошел вон. Позвольте мне получить наказание вместо Айзауры, сеньор. Пошел вон. Ради бога. Уйди. Она не выдержит. Она умрет. Я знаю, что она умрет. Знаю. Вы не можете потерять последнюю надежду, Мигел. Что? После того, что произошло сегодня? Вы постарайтесь успокоиться. Этот подонок сначала просит 15 тысяч, а потом отказывается от данного слова. Никогда нельзя терять надежду. Легко говорить, сеньор Энрике, но я больше не знаю, где искать эту. Надежду. Моя дочь никогда не будет свободной. Одному богу известно, что этот человек может с нею сделать. Думаете, он может обидеть Айзауру? Этот дьявол способен на все. Нужно верить, Мигел. Верить? Во что? Что, по крайней мере, не обидит вашу дочь. Может быть, сеньор Энрике. Я буду молиться об этом, но думаю, я никогда не увижу Айзауру свободной. Вы не читаете газеты, Мигел? На страну оказывается большое давление, чтобы было отменено рабство. И не только давление. Англия больше не хочет перевозить негров. Судя по развитию событий, это не может продлиться долго. И это моя надежда, что однажды рабство будет отменено. Поверьте, сеньор Энрике, для отца это слишком малое утешение. Слишком малое. Это правда. Она все еще привязана? Я не смог подойти близко, потому что ее охраняют, но она там. Я не сомневаюсь, что это Эйзаура. Какой ужас. Этот мерзавец еще в гостиной. Он не пошел спать. Наверное, радуется, зная, что она страдает. Боже, как мне хочется задушить этого человека. Андре! Оставь меня. Андре. Оставь меня, Санта. Оставь меня. Андре! Чего ты хочешь? Вместе. Франсишко. Нож убери. Немедленно прикажите отвязать Эйзауру. Жайме. Франсишко. Тиан. Нож убери. Я прикажу, только убери нож. Франсишко. Франсишко. Идите сюда. Франсишко. 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 Немедленно привязать этого негра. Немедленно. Он будет наказан вместе с ней. Они будут жестоко наказаны. Они друзья. Вот и получат вместе. Кто знает, может, от кнута станут менее дерзкими. Единственная надежда сообщить сеньору Мигелу. Я думала об этом же норе. Но что он может сделать? Не знаю, по крайней мере, он попытается. А как мы доберемся до Эбитуба? Насчет этого у меня есть план. Вы не сумеете добраться туда вовремя. Я не пойду, пойдешь ты. Я? Да, сеньора. Ты не знаешь дорогу? Знаю. Женуаре. Но как я выберусь отсюда, если фазен доохраняется? Об этом я тоже подумала. Шико, я тебе помогу. Это я беру на себя. Как? Там сторожит Шико. Да. Я подумала и решила, пойду прогуляюсь. Бедному Шико, наверное, очень одиноко на улице. Провести всю ночь, охраняя привязанного раба. Я подумала, Шико, что вы, видимо, хотите пропустить глоток. Я так подумала и принесла вам бутылочку. Хорошая. Вам не повредит. Почему вы не спите, мама? Не хочу спать. Пойдемте со мной. Пожалуйста. Потом. О чем вы думаете? О твоей свадьбе. Вы не хотите, чтобы после свадьбы мы жили в корте? Я думаю, в корте жить хорошо. Но мне жаль бедного Тобеса. Как он будет чувствовать себя, оставшись на фазенде один? ПОЕТ. КОНЕЦ 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 Кто там? Санта! Санта! Меня никто не должен здесь видеть. Как тебе удалось выйти из Санта-Круз? Мне помогла жену Ария. Она отвлекла охранника, чтобы я прошла. Да? Моя Изавра, да? С ней что-то случилось. Говори, Санта! Нет смысла скрывать. Я ведь ради этого пришла к вам. Она и Андре наказаны. Здорово! Санта! Субтитры создавал DimaTorzok Боже, почему он это сделал? Андре от отчаяния напал на сеньора Леонсио. Он хотел защитить Изауру. А она? Мы не знаем. Это произошло после их разговора, который никто не слышал. Как вы думаете, можно что-то сделать, чтобы им помочь? Идем. Идем, я готов на все. Сколько человек их охраняет? Их сторожит только один. Он вооружен? На этой фазенде все вооружены. Такое ощущение, что идет война. Вы должны мне помочь. Сеньор Мигел, я готова жизнь отдать, чтобы избавить мою Изауру от такой пытки. Вы проведете здесь всю ночь? Это приказ хозяина. Значит, я правильно сделала, что вспомнила о вас. Вот, перекусите. У вас вся ночь впереди. Проголодаетесь. А я могу? А что ж, нет, что ли? Никто не увидит. А это тебе на десерт, негодяй. Идемте, идемте, сеньор Мигел. А то кто-нибудь увидит. Да, пошли. А я посмотрю, чтобы никто не прошел. У нас есть только один выход Изаура. Вы не должны были приходить. Я много думал, прежде чем принять это решение. Вы не должны были приходить сюда. Это опасно. Вы рискуете собственной жизнью. Мы убежим. Наш единственный шанс убежать подальше отсюда. Как? Они наймут человека, который ищет беглых рабов. Рабы, сбежавшие в кампусе, не доходили даже до соседней фазенды. Мы должны рискнуть. Я не хочу, папочка. Я думаю, не стоит. Нужно верить, Изаура. Я не хочу идти. Я вижу вас. Это все, что мне нужно. Остальное не важно. Важно. У тебя вся жизнь впереди. Ты не можешь так говорить. Мы убежим. Убежим, Изаура. Композитор Жоао Меррио. Оператор Милтон Волиньо. Гравюры де Бретто предоставлены фондом Каштру Майя. Производство Глоботова Интернашнл. На русский язык фильм озвучен по заказу ТНТ в 2005 году. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ